Пошло, никто не включил сегодня. Я сейчас запись запустил. Таким образом идет у нас мощнейший процесс. И обучение, обучающая система, сегодня я на ней не буду останавливаться. И размещение. Мы сегодня и так потратили время. Смотрите, значит, размещение. Размещение адресный проект, пилотный проект первый. Мы на нем будем отрабатывать все это. Выпускаются токены. Не знаю сегодня по одному или по другому, но будут, скорее всего, параллельные акции. Нулевое окно. Что такое нулевое окно? Нулевое окно это будут заходить как раз инвесторы и акционеры. Кто? По какой-то системе. Я не буду сейчас спекулировать по какой. Возможность будет. И плюс крупные инвесторы. Первое окно. Есть такое предположение, что дойдет ли дело до первого. Я уже не говорю о втором окне. То есть нулевое и только начнем первое, уже проект будет зафинансирован. Потому что первые пилотные проекты, у них суммы небольшие. И это все может быть таким образом осуществлено. Значит, поэтому вот такие вот дела. Значит, я сейчас постараюсь, прошу прощения, я тут поковыряюсь. Значит, я тоже не поняла, что значит не все инвесторы и акционеры. Нет, вы понимаете, дело в том, что смотрите. Начинается адресный проект. Адресный проект. Туда входят уже другие акционеры. Смотрите, в любого адресного проекта показываю. Вот. Вот начинается адресный проект А. Акции А. Они, кто-то может, если акции выпускаются, он становится акционером. Они выпускаются, значит здесь могут быть написаны, я извиняюсь, здесь могут быть написаны токены просто. Понимаете? Токены. Shares and tokens. Понимаете, да? То есть они могут быть и не акционерами. Уже дальше. До сих пор здесь все акционеры. Вот здесь мы все акционеры. Понятно теперь разница, что это. Не всем понятно, как инвесторы и отдельные акционеры, каким образом их начнут. Нет, нет. Делить не начнет, Роза. Успокойтесь. Я просто для понимания. Значит, вот немножко шоры так разведите свои. Понятно, да? Елена, запутали. Теперь поняли, Елена? Нет. Еще раз. Сегодня мы делаем адресный проект, вернее мы делаем экотехнопарк строим. Понятно, да? Мы строим экотехнопарк. Мы становимся акционерами. Но когда начнутся другие адресные проекты, на них будут выпускаться 15 этапов, закончатся. И тогда могут быть просто инвесторы и могут быть инвесторы-акционеры. Понятно, да? Непонятно. В следующем году, когда закончат, уже не будет 15 этапа, завершено. Акции все, все мы акционеры. Но нам нужно будет инвестировать, собрать инвестиции для проекта А или проекта С, например. Мы какие-то инвесторы инвестировали, а в этом проекте вообще акции не выпущено. Там токены. Где там тогда акционеры у нас будут? Там будут просто инвесторы этого проекта. Теперь переходим к этой картинке. Значит, что здесь у нас? Строительство, обслуживание, эксплуатация объектов и маршрутов адресных проектов. Доходы пойдут в первую очередь на акционеров для дивидендов. Ну, естественно, надо же с инвесторами рассчитываться. Понятно теперь, да? И об этом тоже, Вячеслав, да? Могут быть, а могут и не быть в адресных проектах. Какие-то проекты будут с акциями, какие-то нет. Да, спасибо, Вячеслав. Правильно. Ну, слава тебе, Господи. Всем понятно теперь запутали. Все. Все, теперь я сегодня спокойно буду спать. И теперь я попробую вам, значит, все-таки показать. Сейчас я выключаю эту штуку. И попробую вам быстро показать картинку. О, все, картинки пошли. Это нас так. Видны картинки? Дайте мне обратную связь. Смотрите, значит, что здесь у нас на этих картинках? Или на фотографиях, извиняюсь. Это нас встретили в аэропорту. Вообще, я вам скажу так, что в моей жизни это может быть второй или третий случай, когда меня в аэропорту встречают организаторы. Это одна из фотографий, которая мне сегодня попалась. Я ее быстро вам хотел показать. Вторая, значит, это уже у нас мы в компании, строительной компании, о которой я вам говорил в начале, которая строит государственная строительная компания, которая управляет именно строительными проектами государственными по транспорту и по промышленным предприятиям. Это мощнейшие, это основные управляющие там и персонал, которые этим делом занимаются. Вот руководитель здесь сидит, вот он, очень довольный. Он нас практически везде прослеживал. Он был у нас на конференции, он был в университете, он, да, и даже он приходил в инвестиционную компанию. Они там между собой все сотрудничают. То есть он очень четко за всем следил и присутствовал. Если не он присутствовал, кто-то из его людей обязательно был. Это мы сидим в компании, такая темненькая фотография. Руководитель этой компании, которая занимается инвестициями в государственные проекты. И одним, значит, вот мы тут с ними договорились, а после этого готовили соглашение, которое в конце подписали. Я вам покажу. Практически речь шла о том, чтобы заниматься. Есть у них такая, как бы, площадь. Она уже в 2006 году начата застройка. Различные во Вьетнаме есть 54 провинции. Или, скажем, ну да, 54 провинции, у которых и национальных провинций, у которых есть свои культура, национальная одежда, культура строительства, архитектура и так далее. Земледелие, там есть свои особенности. И вот они на площади 1600 гектаров разместили это все. Там есть уже дорожки, что-то есть инфраструктура. Ну, какая-то там сформировалась, но достаточно такая слабенькая. И вот они видят там возможность, значит, начинать шаг за шагом внедрять технологию. Там есть, что сделать. Мы про ней по всей проехали во все углы. Со временем я вам покажу там фотографии. Значит, достаточно интересно это все. Вот. И там это можно все применять. Там народ уже от токена делит. Вот. То есть, это один из возможных вариантов. Есть другие. Там, значит, спросили, а когда мы будем из Ханоя в Хо Ши Мин, или бывший Сайгон, значит, строить дорогу. Это 1200 или 1300 километров. Потому что там трутся китайцы. Китайцы очень сильно продавливают, хотят построить скоростную дорогу. Но вьетнамцы тоже уже поняли, что с севера на юг практически, построив такую дорогу, они прорежут дамбой весь Вьетнам вдоль побережья Красного моря. Извиняюсь, не Красного, а Китайского моря. Или Южно-Китайское море, оно называется. Да, Южно-Китайское море. Вот. И с одной стороны будет у них заболочено все, а с другой стороны будет пустыня в сторону моря. Потому что это глубина, ну там, до 10-12 метров надо такую, как бы, укладку класть, чтобы скоростную линию там пустить. То же самое, что у нас с Rail Baltic, о которой я вам говорил. Поэтому до этого, значит, они сейчас очень внимательно смотрят, что можем, как можем. И нам нужно как можно быстрее там начинать. И это достаточно серьезно. И важно еще то, что там нету, скажем, как бы, таких вот, ну, трений между партиями и так далее. Коррупция, конечно, она везде есть. Но все управляемо значительно проще, нежели в другом мире. Поэтому здесь очень, я так, по крайней мере, насколько я соображаю, очень неплохо можно целый ряд пилотных работ провести и опробировать. Наша поездка это показала. И что я еще хочу сказать, то, что очень важно то, что сам народ очень дружелюбный. Старается познать, стремится к знаниям. Я это покажу сейчас вам на фотографии. Смотрите, значит, а, это в университете. Очень много молодой профессуры сидело. Это здесь мы сейчас на ученом совете. Я просто показал фотографию, где я был. У меня, то, что у меня в фотоаппарате сегодня было по пути, я оттуда выбрал. Значит, со временем еще покажу, если надо будет. Мы сидим на ученом совете. Видите, здесь Хо Ши Мин, как всегда в красном уголке. Вот, сидит проректор, сидит директор или управляющий внешними связями университета. Ну и ваши покорные слуги. А, вот сидит председатель ученого совета, прихлевку и чаек. Только что с совета пришли, мы все и сидели здесь, обсуждали наши дальнейшие действия. Вот, здесь мы в компании, вот, которая есть, мы в ней подписали на следующий день. Подписали вот в этой же компании, которая занималась, вот здесь помните, да? Мы, как бы, закрепили работу первого дня с ними работы. Съездили на эту площадку и здесь мы уже предпоследний день рабочий там, мы у них вечером готовили там на трех языках. На английском, на русском и на вьетнамском документы. Обмениваемся. И последнее о самих вьетнамцах. Видите, это на прощание у нас в гостинице. Подошли молодые вьетнамцы, которые не могли быть, ну, по разным там причинам не были на конференции. Обязательно хотели встретиться, позадавали нам вопросы. Такой быстрый, часовой, часовая встреча прошла. Они очень довольны стали. Смотрите, очень молодые, стремящиеся. Все учатся, все работают. То есть, ну, в общем, душа порадовалась. И само общение. Это просто вот, ну, скажем так, получили колоссальный допинг этой поездкой. Подтверждение многим вещам, что мы с вами, дорогие друзья, на правильном пути. Поэтому. А какой смысл откладывать подписывание? Так, я сейчас вам посмотрю. Нет, 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 Малахов, Татьяна, нет, нет, не путайте, не выдумывайте. Нет. Тут только потому, что все доводят свои пакеты. Все это, это все, это разные вещи. Не вводите свою логику сюда. Это те, кто инвестирует, неважно, в какой они стадии находятся. Они все являются инвестор-акционерами или акционерами. Вот, владельцами, значит, долей, как вы, там некоторые говорят. Фактически акционеры. И те, кто будут потом участвовать. Саша, токены, это не акции, это разные понятия, да. Ну, хорошая лекция, спасибо, Светлана. Как Китай относится к струнному? Не Китай. Это мы были во Вьетнаме. Значит, Китай к струнному относится интересно. Переговоры идут и с Китаем, но об этом немножко позже. Китай пробивает свой транспорт скоростной. Какой ни есть, у него все есть там. По-вьетнамской предлагают. Конечно, конечно, Татьяна Сибирь. Можно смело знакомым во Вьетнаме предлагать. Конечно, там очень мощно. И вы понимаете, там, конечно, экономика. Я просто удивляюсь. У них, вот мы с таксистом разговаривали, у них много, 30 компаний извозом занимаются в Ханое. И спрашиваю, сколько, ну, он так начал считать. Говорит, ну, если я вот 24,7. 24,7. Это 20, ну, скажем, машина его работает 24 часа почти. Он, говорит, ну, так, посмеялся немножко. Говорит, ну, практически 7 дней в неделю. Правильно и так сказать. Вот, работаю, то могу заработать 500-600 долларов в месяц. Понимаете, да? 1 доллар 22 тысячи с чем-то там ихних донгов. Вот. Да, конечно, там бензин или топливо недорогое, там питание недорогое. Все понятно. Электричество, ну, социализм, понимаете, они строят. Но, тем не менее. Они, как индусы, нет, они не обещатели. Они, наоборот, понимаете, с индусами там несколько другая история. У них много партий. У них кланы. И поэтому, вот, наткнулись мы на это там, у индусов. Пока это там, они очухиваются сами. Там тоже процесс идет, будьте спокойны. Все в свое время. В Австралии процесс идет. Здесь несколько иначе. Но надо тестировать, время покажет. Можно сидеть и, значит, кукарекать и говорить, вот, во Вьетнаме там то-то. Делаем, время покажет. Самое главное не делать, скажем, делать правильные ходы. Просматривается, Светлана, переход на тринадцатый этап, а потом на четырнадцатый. А может быть, сразу на четырнадцатый. Я вас заинтригую. Это мне сейчас экран светит. Видите, какой я такой весь небритый с дороги, с непочищенным, я извиняюсь. Этим самым туфлями все в пыли. Так, давайте сегодня мы, наверное, закончим, с Вашего позволения. Я на Ваши вопросы ответил. Мне было приятно с Вами пообщаться. Будем теперь общаться реже. Как говорится, редко, но метко. Вот, я в следующий раз подготовлю специально еще раз кое-что по, значит, тому, что мы делаем. Это будет уже после... После... Берлина. После Берлина и на Транса. На следующей неделе, в четверг, не будет. Может быть, какие-то... Ну, после и на Транса. Скорее всего, не скорее всего, а будет вебинар после и на Транса. Давайте так договоримся. В Эмиратах, да, начали. Начали. Анатолий Эдуардович еще расскажет. Спасибо. Как всегда, желаю Вам доброго здравия, мудрости, спокойствия, уверенности. На вебинар мы приходим для того, чтобы поддерживать свою иммунную систему уверенности, дорогие друзья. Что мы на правильном пути, мы делаем все для того, чтобы начинать получать выгоды с того, что мы делаем. А для этого надо еще поработать. Желаю Вам всего доброго. Берегите себя, своих близких. Вот. Строй сковей, спасай планету. Спасибо.